Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. В прямом смысле у нас остался с вами последний рывок. Он, будем надеяться, будет удачным, поскольку фокусируемся на двух отчетах, которые у нас еще на заключительной сессии, то есть завтра по ВВП Еврозоне и роничным продажам по США. Ждем мы их уже на протяжении всей недели. Мягко говоря, пятидневка выдалась очень скудной на макроэкономические события. Давно я такого не видел. В прямом смысле нам приходится высасывать какие-то статистические отчеты, мотивы поведения активов из общего новостного фона, который сейчас присутствует на рынке. Но это не так уж и просто, поскольку мы понимаем, что активы, в принципе, зачастую могут ходить, не отталкиваясь от каких-либо фундаментальных факторов. Сейчас у нас поведение не то, конечно же, которое мы с вами ожидали, но я надеюсь, что все-таки логика вернется на рынки. И как только статистика и макроэкономический фонд будет способствовать более предсказуемым движениям, которые можно будет спрогнозировать, отчеты, за которые можно будет зацепиться. Я уверен, что и активы покажут тот вектор движения, который нам необходим. Давайте сегодня, как и всегда, начнем с той динамики, которую показывает рынок нефти. Вот символично снова взял наш черный бочонок, баррель нефти. Продолжаю качать и увеличивать предложение собственными силами. Знаю то, что многие из вас разделяют позиции того, что бренд остается аутсайдером, а значит может провалиться как минимум в район 40 долларов за баррель. И вот видите, вместе, совместными усилиями мы смогли обеспечить тот самый импульс, который сейчас продолжает в целом развитие. И уже стал фактором, именно способным оправдать верность наших предположений, поскольку мы понимаем, что прежде чем этот актив не доберется до 40 долларов за баррель, мы вообще не будем рассматривать какую-то альтернативу по торговле. Потому что знаем, что нефть именно идет к этому ценовому рубежу. Никаких локальных уровней дна еще достигнуто не было. Клоус вчерашнего дня, вчерашней торговой сессии 43.84, сейчас актив торгуется рядом с уровнем 44. Но я уверен, что мы вряд ли уйдем выше 45 до конца этой недели. А если все пойдет как по маслу, как нам бы хотелось с совместным предложением, я думаю, что мы сможем продавить актив ниже 43.50 и в идеале бы оказаться даже ниже 43.00. И большую ставку я, кстати, делаю на заключительный аккорд этой недели по рынку нефти. Традиционный отчет Бекер Хаджес, который указывает нам о динамике увеличения либо снижения количества платформ в США. Но мы уже в тренде с вами относительно того, что количество платформ неуклонно растет. Вот нельзя сказать, что есть какая-то медианная цифра прироста, но мы видим то, что значения разнятся, но все равно общий показатель со знаком плюс. А значит, мы с вами полномерно делаем ставку на то, что и объемы предложения со стороны США также будут увеличиваться. И вспомните прогноз администрации энергетической информации о том, что производство может быть и продолжит снижаться, но не так динамично, как предполагалось, потому что в последний месяц, точнее даже можно говорить о последнем квартале, в игру вмешался именно тренд роста количества платформ, который заставил администрацию энергетической информации пересмотреть прогнозы в лучшую для нас сторону. И будет не лишним уж совсем сообщить о том, что есть возможность, что сокращение производства будет и дальше снижаться, и мы в конечном счете сможем в идеале, конечно же, говорить о том, что производство в рамках Соединенных Штатов Америки при благоприятном исходе, и, конечно же, может снова нацелиться на отметку 8,8-89 миллиона баррелей в сутки, а почему бы и нет. Говоря про вчерашнюю торговую сессию, безусловно, если ее разобрать детально, прям по факту выхода релизов и влияния на поведение нефти, мы ориентировались с вами на запасы. Зная то, что по версии API количество нефти, запасы за прошлую неделю увеличились, это стало первым сигналом того, что нефть может продолжить снижаться, дополнительным сигналом того, что и от Минэнерго мы могли увидеть такие цифры. И вот, собственно, вчера после публикации отчета стало ясно, что запасы и по официальной оценке также выросли. Плюс 1,05 миллиона против прошлого роста на 1,4. Соответственно, мы с вами постепенно переходим в сезонный уже фактор осеннего увеличения, предложение увеличения запасов, которое будет оказывать дополнительное давление. Но самое важное, что я хочу вам сказать, и с особым удовольствием это сделаю, что, по моему мнению, даже не запасы вчера повлияли на коррекцию бренда, а очень много важной статистики, которую мы наконец-таки получили со стороны ближневосточного картеля согласно их отчету по производству нефти. И так вот, здесь можно запоминать цифры, а можно просто прийти к выводу, точнее, уже по факту того, что случилось, и сказать лично себе, поскольку также понимаю, что многие разделяли позицию, что именно Ближний Восток у нас будет разгонять дальше предложение, что такой прогноз был правильным, потому что производство нефти в Саудовской Аравии достигло 10-67 миллиона баррелей в сутки. Чтобы вы прекрасно понимали, это исторический максимум, рекорд по выработке, которого Саудовская Аравия не показывала уже давно, точнее никогда. Если в целом говорить про ОПЕК, то объемы производства выросли за прошлый месяц больше, чем на 40 тысяч баррелей в сутки, доведя общий показатель до 33,11. И 11. Преодолели мы с вами планку в 33 и говорили о том, что это неизбежно случится, это произойдет. Квота, напомню, что находится на отметке 30 миллионов баррелей в сутки. И вот сейчас фактически объемы превосходят квоту больше, чем на 10%. На вопрос о том, почему так активно растет производство в рамках отдельных регионов Ближнего Востока, министр энергетики отметили, что это связано с повышенным внутренним спросом. Поэтому я хочу сказать, что та встреча, которая состоится неформальная, пусть неважно, нефтепроизводителей ОПЕК, представителей Ближнего Восточного Картеля в Алжире в конце сентября и приурочена к юбилейному, практически международному энергетическому форуму, ее не стоит воспринимать как событие, которое через те решения, которые могут быть озвучены, через те меры, которые могут быть согласованы, стать причиной стабилизации цены, восстановления спроса и предложений. Нужно понимать, что никаких договоренностей достигнуто не будет, потому что если производство вверх толкает внутренний спрос, то совершенно очевидно, что производители обязаны удовлетворять его. Ну а с другой стороны, мы с вами нехитря понимаем, что истинные цели, они немножко глубже, и они заключаются в том, что Ближний Восточный Картель и ОПЕК, он никогда не отказывался от своего прежнего посыла, предполагающего увеличение собственной доли. И использовали очень неплохим образом любую возможность, чтобы добавить предложение и, соответственно, получить такую экспансию на рынке всех энергоресурсов. Другими словами, еще давайте подытожим, можно отметить, что предстоящую встречу, ее не нужно переоценивать, ее влияние, потому что, как я уже отметил, никакого прогресса по факту сокращения лимитов производства, как решение принято, не будет. И уж тем более, на это событие не стоит ориентироваться тем, кто сейчас ставит на ищет какой-то стимул и повод для оправдания возможного вероятного бычьего ралли, который может показать рынок нефти. Сейчас оснований для этого нет. Поэтому в сухом остатке у нас получается куча прежних фундаментальных факторов, указывающих на то, что давление будет только усиливаться. И если спустя какое-то время, вот по прошествии пятницы, потом в следующей неделе по фактам анализа еще одной пятидневки по запасам нефти США, мы будем констатировать сохраняющийся тренд увеличения буровых и роста запасов, мы сможем точно вооружиться идеей, которая в целом с позиции прочих трейдеров все-таки отправит Brent к нашей долгожданной цели поддержки 40 долларов за баррель. Вот на нее мы с вами и смотрим, и ориентируемся. Сможет ли Brent добраться до этого уровня в перспективе ближайших 2-3 недель? Ну, конечно же, бы хотелось. Но самое важное, нам сейчас нужно сцепиться за поддержку 43 и оказаться ниже. А если пробьем уровень 42.50 сверху вниз, тогда уверен, очень быстро доберемся и до 40. Российская валюта 65 за доллар, ситуация не меняется, рубль ждет еще больше ослабления нефти, но я думаю, что справедливости ради стоит отметить, что и вчерашнее ослабление цен на Brent и WTI можно еще отыграть через девальвацию рубля. Поэтому очень надеюсь, что сегодня с открытия торговой сессии инвесторы оживятся и, собственно, потащат рубль против основных валютных активов вниз. Ждем к концу сегодняшнего торгового дня тестирования поддержки выше 65.50, точнее, сопротивления. В идеале бы добраться до 66, почему бы и нет. Европейская валюта против доллара. Актуальные котировки на текущий момент у нас 1.1166. Не добрались мы до сопротивления 1.12, как и предполагали, и хорошо, потому что тестирование этого уровня может стать сигналом выхода из короткой сделки по евро-доллару, занятия в ожидательной позиции и, собственно, предвкушение того, как пара снова пробьет отметку 1.11. Только после этого можно будет рассматривать возможности дополнительных продаж и повторных. Сейчас мы видим то, что пара торгуется выше. Пока держится уровень 1.12. Давайте не пересматривать наши позиции и ожидания по паре евро-доллар. А вот что касается причин, вследствие которых евро показал вчера очень убедительную восстановительную динамику, то это, конечно же, реакция на слабые данные по США, которые ослабили позиции американца. Напомню, что статистика, речь идет о снижении производительности труда. И в прямом смысле этот отчет фактически нейтрализовал тот импульс, который получил доллар постфактум выхода очень хороших отчетов по американскому рынку труда. Сейчас по еврозоне из статистики выделить нечего. Мы понимаем то, что движение евро также будет продолжать определяться поведением доллара, также изменениями ценового характера в японской валюте. Если иена через слабость американца получит очень неплохой импульс восстановления, тогда у евро-быков появится излюбленный фактор, который предполагает интерес к этому валютному активу через использование ее статуса валюты фондирования. Это дополнительный фундамент, который можно, конечно же, трактовать как стимул для ралли бычьего европейской валюты, но сейчас мы видим на азиатской торговой сессии то, что юзидиена напротив набирает высоту, и это хорошо. Поэтому статус фондирования давайте пока уберем про запас и просто отметим то, что евро будет ориентироваться на поведение доллара. Сегодня, я думаю, что многие из вас уже ознакомились с календарем, нет снова никаких отчетов, действительно, неделя практически беспрецедентная, но что ни день, то абсолютно отсутствие каких-либо значимых событий, о которых вообще можно поговорить и хоть как-то замотивировать себя на повышенное внимание к рынку. Но на следующей неделе уже все изменится, мы снова возвращаемся к важным отчетам, и я надеюсь, что они станут причиной все-таки усиления позиции доллара, потому что мы никак не можем реализовать наши цели по многим валютным парам. Ну, говоря про евро-доллар, это, конечно же, поддержка 1.10. Сегодня у доллара есть возможность улучшить свои позиции, поскольку, пожалуй, единственный важный отчет – это заявки на пособие по безработице, и если статистика не подведет, она не подведет 100%, потому что позитивный является показатель ниже 300 тысяч, чтобы заявки на пособие по безработице ушли выше этого числа, должен произойти какой-то нонсенс. То есть я не думаю, что мы увидим это в ближайшие несколько месяцев. Поэтому заведомо знаем то, что заявки должны оказать поддержку доллару, но вот если доллар действительно нуждается в этой поддержке, он сегодня сможет ослабить позиции евро еще сильнее и, соответственно, поднять собственную стоимость против японской валюты. Если этого не случится, тогда нужно будет признать, что на рынке есть также и другие факторы, которые объясняют усиление позиции рисковых инструментов. Но, к сожалению, эти факторы для нас скрыты, поскольку они предполагают активность крупнейших игроков и деятельность маркет-мейкеров. Это так, для общего развития, общего понимания. В целом на этом зацикливаться не нужно. Все-таки будем искать более направленные сигналы в статистике. Это уже на завтрашней торговой сессии, на следующей неделе. Фунт против американца. Актуальные котировки 1.3006. Видим то, что поддержка 1.300 не отпускает. Британец предпринимает попытку закрепиться даже ниже. Правильно делать. Но вот вчерашняя торговая сессия, несмотря на значительный рост в рамках дня, все равно была закрыта только с небольшим увеличением и улучшением собственного ценового положения. К справедливости ради также отмечу, что вчера был фундамент, который создал причины для распродажа фунта. И в частности это слухи о крайне неудачном или даже лучше сказать провальном аукционе, который был проведен британским регулятором. Не добрали очень много, в частности больше 50 миллиардов фунтов. И по позиции, опять же, Банк Англии, скорее всего, этот добор будет произведен чуть позже. Вывод, который можно сделать, почему Банк Англии не смог затариться облигациями в том объеме, в котором им было необходимо. Это говорит о том, что текущие владельцы этих бумаг не хотят от них избавляться. Считают то, что именно они являются единственным защитным и более-менее безопасным активом, который сейчас можно найти на британском рынке. И то, что спрос на них сейчас значительный, но желания их продавать нету. Это как раз сигнал того, что все мыслящие, опять же, эксперты рынка, все фонды, инвестиционные площадки, они понимают то, что фундаментальная картина будет дальше ухудшаться в рамках Англии. И доверия к фондовой секции нет, потому что британский фондовый рынок будет сыпаться, реагируя на резкие темпы оттока капитала. Валюта также будет находиться под серьезным прессом. Даже не ясно, где это дно. Если мы сейчас быстро доберемся до отметки 1.28, тогда можно будет говорить о том, что пойдет в ближайшее время, ну, относительно в ближайшее время, поддержка 1.20. То есть, и валюта будет находиться под серьезным ударом. Облигация – это единственный выход, чтобы остаться в расположении британского рынка и более-менее хоть как-то обезопасить свои сбережения и инвестиции от тех катаклизмов экономического характера, которые еще впереди. Они только грядут, потому что последствия Брекзита только начинают проявлять себя в британской экономике, да и в целом по еврозоне. Поэтому по фунту по-прежнему ждем ухудшения экономической картины, ждем спада экономического роста. Ну и, безусловно, настраиваемся на то, что на это будет реагировать Банк Англии через дополнительные стимулы снижения ставки либо увеличения лимитов программы количественного смягчения. Думаю, что на следующем заседании ставка с 0.25 уже будет сбита до нуля. Поэтому уже сейчас, как я уже отмечал в начале недели и на прошлой, нам нужно готовиться к этому, не рассматривая возможности для покупки фунта. Напротив, только продаем и как минимум до отметки 1.28. Доллар японская иена 101.40. Сейчас азиатская сессия показывает то, что доллар может закрыть сегодняшний день с плюсом. Может быть, доллару нужна поддержка, как я уже отмечал, дополнительная. Нужно тогда дождаться завтрашних хроничных продаж. Если отчет не подведет, я думаю, что вряд ли это произойдет, поскольку у нас и личные доходы, личные расходы выросли, значит, этот импульс может стать как раз той самой поддержкой, чтобы пара USDN оказалась выше сопротивления с 102 иены за долг. Теперь, что касается отчета, который сейчас продолжают обсуждать все. Это производительность труда. Действительно, сначала его никто не дооценивал, сейчас, может быть, уже переоценили. Но то, что практически во всех сводках новостей, именно в качестве причин, объясняющих поведение доллара, именно этот релиз обсуждают, это действительно так. Я хочу отметить, что особого скепсиса сейчас разводить не нужно. Да, конечно же, если подключить логику, снижение производительности труда будет, в конечном счете, приводить к снижению роста зарплатных плат. Это выступит тормозом для потребительской активности. Из-за низких показателей потребительской активности может снизиться темп экономического роста и снова возникнуть даже риски снижения индекса потребительских цен, то есть инфляции. Это, конечно же, так. Но у нас производительность снижается не второй месяц и не третий месяц подряд, а третий квартал подряд. Поэтому, если мы проведем параллели с той статистикой, которую показывает в целом рынок труда США, то сможем увидеть, что там какого-либо негатива мы сейчас не наблюдаем. И, напротив, судя по учету Non-Farm Parallel, статистика продолжает радоваться, зарплаты продолжают понемногу расти, а уровень безработицы в ближайшее время окажется ниже 4,8%. То есть, именно сигналов с рынка труда сейчас все-таки больше, для того, чтобы не отказываться от идеи повышения процентной ставки, даже несмотря на то, что нам хотят навязать позицию того, чтобы производительность труда уже отбросила, опять же, шансы нормализации денежно-кредитной политики уже на 2017 год. Но я по-прежнему верю в то, что хотя бы в декабре мы увидим повышение ставки. А поэтому USD иену я никак не могу сейчас осматривать с точки зрения аутсайдера, как валютные пары. И считаю, что мы должны придерживаться длинной позиции, по крайней мере, до тех пор, пока держится поддержка на уровне 101 ровно. Поэтому идеи и ориентиры прежние. Еще хотел отметить новозеландца, поскольку сегодня, как вы знаете, несколько часов назад, Резервный банк Новой Зеландии пересмотрел процентную ставку, снизил ее на 0,25%, с 2,25% до 2%, и точно такая же реакция, как и с австралийцем, когда ставку снизили. Но вот национальная валюта от этого ничуть не пострадала, напротив, казалось, даже еще дороже. Мы увидели серьезный рост. В частности, Новозеландия сейчас торгуется на отметке 0,7252. И я настоятельно рекомендую вам рассмотреть возможности дополнительных продаж новозеландца, поскольку, не сомневаюсь, что в перспективе даже двух недель мы сможем по этой паре вернуться в район 0,71%. Сейчас все, кто следит за этой валютой, прекрасно понимают то, что рынок в плане роста постфактум снижения статистики подарил возможность для занятия очень прибыльного и перспективного шорта. Моя рекомендация – не игнорировать эту сделку и не отказываться от такой возможности. Тем более, что помимо снижения процентной ставки, Резервный банк Новой Зеландии дал понять через свои прямые комментарии о том, что мягкая политика будет оставаться превалирующей для этого регулятора. Снижение ставок продолжится, поскольку инфляция продолжает оставаться на минимальных уровнях за последние несколько лет. По-моему, среднее значение 1,6. Это, конечно же, очень мало. Ждем ослабления новозеландца. И я не исключаю возможности, что даже до конца этой недели мы сможем с вами добраться до отметки 0,71.50. Что касается других валютных пар, австралиец 0,77-0,5. Также знаем, что этот актив весьма перекуплен и должен стоить гораздо ниже уровня 0,75. Но повторяться не буду. Уверен то, что многие уже находятся в правильной сделке, предполагающей ослабление этого актива против доллара. USD с висией 0,97-0,45. Здесь нужна поддержка от доллара, от роста. Без хорошего фундамента поддержки пока не видно, поэтому мы продолжаем консолидироваться чуть выше 0,97. Вот сейчас 0,97-0,45, но наша цель остается по-прежнему паритетом. USDCAD 1,3064. Здесь ждем повторного тестирования сопротивления 1,32, потому что, как я уже отметил, не сомневаемся в том, что Brent доберется до уровня поддержки 40 долларов за баррель. А канадец активно реагирует на динамику нефти. Даже активнее, чем российская валюта. Собственно, на этом все. Кодовое слово на сегодня. ОПЕК, величина бонуса 14%, действует он до завтрашнего брифинга. Не забывайте заходить на наш официальный канал на YouTube, комментировать видео, оставлять ваши вопросы и ставить лайки. На этом все. Большое спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии, прибыльных, удачных сделок, ну и, конечно же, попутного тренда. Всего доброго. До свидания.